Как вы относитесь к гомосексуалистам? Примерно так же, как к филателистам. По жизни как-то в данной области не пересекаемся, поэтому абсолютно равнодушен. Как относитесь к меньшинствам? Геям, фемкам, бодипозитивщикам и тому подобным. Пока меня не трогают, равнодушен. Как и все. Какая тебе разница, кто там кого любит и каким образом, если это происходит дома и под одеялом. Если это вытаскивается наружу и объявляется какой-то там нормой, для меня как-то странно. Я не устраиваю праздников с демонстрацией моей половой принадлежности. Вот я таких праздников не знаю, где бы там мужики скакали в кожаных ремнях, трясли соответствующим местом и называли это прайдом, то есть гордостью. С моей точки зрения как-то странно. Как относитесь к их пропаганде? Тоже равнодушен. По большей части это всегда смешно. То есть, что это пропагандировать? Если мне это не интересно, пропагандируй, не пропагандируй, никакого толку не будет. А вот когда это начинает приобретать там, как в Соединительных Штатах, там все эти МИТУ там и прочее. И уже там тюремные срока, поломанные жизни, карьеры и прочее. Выглядит это омерзительно. Нормально ли то, что они порой переходят всякие границы адекватности, а-ля мужчины бесполезны, каждый натурал внутри гей, быть жирным это нормально, я пока не до конца понимаю. Ну, никто не понимает, камрад. Но если есть свобода, в рамках которой можно нести любую ахинею, а против никто ничего не высказывает, ну, дальше ахинею и будут нести. И со временем будет только хуже. Потому, что вот этих персонажей их научатся использовать. Точно так же, как отличный пример Харви Вайнштейн. Вот, например, он там... Наверное, это не совсем там про фемки-шмемки, но... Пример достаточно наглядный. Вот Харви Вайнштейн, так сказать, исполин в кинобизнесе американском. И хорошее отношение с этим самым Вайнштейном, они прокладывают путь к карьерным вершинам. То есть, тут многие постоянно рассказывают о том, что как же это омерзительно, когда там женщину склоняют к сожительству, забывая рассказать о том, что существует масса женщин, условно, поделите их напополам, которые своей женской привлекательностью и своей, так сказать, половой женской сущностью успешно пользуются для решения любых своих задач. Любых абсолютно. Как бытовых, так и карьерных. Это абсолютно нормально. Так устроена жизнь. Но вот, так сказать, с этим самым Вайнштейном случилось, надеюсь, знаешь, что. Обвинили во всем в чем угодно. В каких-то изнасилованиях, совершенных 20 лет назад. Суд это, типа, признает. Изнасилования были. Никаких экспертиз не надо. Никаких свидетельских показаний. Ничего вообще. Он меня изнасиловал. Да, изнасиловал. Вот. Вайнштейн, часть этих самых обвинительниц, предложил им денег. Типа, вот, 30 миллионов долларов, по-моему. Вот, давайте вот деньги и вы свои эти самые претензии заберете. И часть взяла деньги и от претензий к Вайнштейну отказалась. Ну, а теперь давай, вот, посмотрим. То есть, здесь ты ему отдалась и за это получила какую-то роль. Не надо рассказывать, что это там насилие какое-то еще. Было ли насилие? Может быть, и было. Но что-то никто никуда не заявил. А в целом вот отдалась и получила вот такую роль. Отхватила Оскара, например, еще чего-то там. А потом взяла и подала в суд дополнительно. И еще там, например, миллион долларов за моральный ущерб получила. Отлично. Решила все свои вопросы. Отхватила бабла еще. И прекрасно себя чувствуешь. Не надо про людей, про всех думать, что они такие прекрасные и жестоко пострадали от какого-то скота. Скотов там предостаточно. Огромное количество скотов везде. Каждый ищет личную выгоду. Ну, вот нашла, например, этот самый Вайнштейн. Что-то только не прозвучало, ты знаешь, что меня тряхнул. А карьера так и не удалась актерская. Что-то таких не прозвучало. Я, во всяком случае, не слышал. Ну, что? Хорошо ли это? Оно нехорошо, естественно. Но поскольку есть законы, которыми подобные граждане могут пользоваться, а они очень бодро, как всякая диаспора маленькая внутри большого и аморфного в определенных аспектах общества, то вот эта маленькая диаспора... И тут неважно, о чем идет речь. Национальность. Там какая-то профессиональная принадлежность или половые наклонности. Но это маленькая диаспора. Она крайне организована. Все друг за другом держатся. Активные, агрессивные. Бац-бац-бац. И вот уже, видишь, мир никогда не будет прежним. Выглядит все это омерзительно. По большей части чушь. Ну, вот так.